Сегодня прошел внеочередной съезд мусульман республики. На нем выбрали муфти Татарстана. Репортаж Вениры Мухаммедовой. Участники съезда стали съезжаться в Канкаце, Казань задолго до начала форума. Всем имам Хатыбам и имам Мухтасибам местных религиозных организаций предстояло пройти через рамку металлодетектора. Процедура необходимая. Форум собрал свыше 250 делегатов. В повестке дня выборы муфти Татарстана. Имена кандидатов на этот пост утвердили в марте на пленуме. Среди них имам Хатыб Казанской мечети Хатер Харис Селегзянов. меня, возможно, не будет ни одного человека. Мне 86-й год. Я 17 лет прожил пешком от Западной Украины 1540 километров полной военной амуниции боями. Я был бы во всех сражениях за Родину. Если эти люди голосуют против меня, как у них внутренний мир? Не стал прогнозировать исход и кандидат глава Совета Улема Всероссийского муфтията Фарид Салман. Автор многочисленных статей по теологии и богословию в интервью сказал лишь несколько слов о том, каким он видит будущее высшего духовного лица в Татарстане. Будущему муфтию, победителю, предстоит адская работа на самом деле с молодежью. С молодежью нужно разговаривать именно на языке молодежи. Это язык интернета, это язык интернет-форумов, это, скажем так, контент ютуба. Как приобщить молодежь к религии об этом выступлении с трибуны не мог не упомянуть самый молодой кандидат. Камилю Самигулину в прошлом месяце исполнилось 28 лет. Обучается у муфти ЮАР, свободно владеет арабским и турецкими языками. Отец троих детей. 6 марта после ухода Ильдуса Файзова стал исполняющим обязанности муфти Татарстана. Ненадолго. Делегаты были единогласны. Мы будем вести диалог со всеми, но в рамках нашего ханафитского масхаба, нашей правовой школы, нашей акыды. Но мы никогда не будем объединяться или разговаривать с теми, кто выступает за терроризм, за нарушение прав. То есть с этими людьми у нас диалога не будет. То есть кто хочет говорить с нами, пожалуйста, пусть приходит, но на наших правилах. Открыть в Волгаре мадресе для татар, приезжающих из других регионов, направлять студентов Исламского университета в населенный пункт, где в мечетях некому вести проповеди. Это лишь несколько направлений, которые озвучил муфтий. Избранный на 4 года свой путь Камиль Хазрат Самигулин планирует начать с поездки в регионы, чтобы оценить ситуацию на местах. Венера Мухаммедова, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан.